привет ютюб привет комьюнити я немножко заболел поэтому не могу продолжить тесты пока 710 но какой-то материал хотел выложить и решил что все-таки надо сделать то что я хотел сделать то что сейчас будет а будет обзор ковского я честно говоря не хотел делать этот материал по той причине что для меня кости лоджер компания холстер не обижайтесь кто любит кто очень любит эту компанию значит таких людей много я наверняка ошибаюсь такой чтобы судить но тем не менее это характеризует характеристика сейчас это одно слово за разочарование сейчас я попробую объяснить что значит основной конкурент voyager это крыса и все бы хорошо но они при резе каната показали сравнимые результаты 60 у крысы против 50 укол стила плюсы тем и тем можно было дорезать не дорезать если это равное положение абсолютно это нормально но стойкость рка укол стила катастрофически хуже чем у онтарио у крысы потому что аус 8 на крысе показала 140 это фантастический результат такой стали вообще для любых стали уход за сотню это не смогла сделать с дипи тоже самое которая здесь собственно и лежит тоже а вот это вот ощущение разочарование преследовало меня всю дорогу как я эксплуатировал этот нож с эксплуатацией у меня проблем никаких не возникло то есть по продуктам там по еще почему-то он резал спокойно и спокойно правиться на мусате как бы на пасте это все без проблем но когда ты понимаешь что у тебя сталь как бы ну ты понимаешь что она не лучшей обработки как бы тебя все равно гложет какое-то чувство и поэтому как бы это удивительно не было да сразу после теста дерева вот этот нож 710 бенчминт он полностью и сразу вытеснил концы из кармана я пытался понять что такое рекурва на самом деле я привык к этому ножу сейчас он у меня не вызывает каких-либо сильных отрицательных эмоций то есть все косяки какие были они либо на данный момент не влияют на поюс либо они были устранены и я понимаю что совершенно разного ценового ряда ножи да но вот колстилу до этого ножа как долу и раком а теперь я грустно почему собственно компания конца меня разошаровала при чем туда один нож это ведь не показатель да не показатель ребята абсолютно я согласен более того аус 8 на вояджер это на крысе она фантастическая вот в остальных ножах я думаю она вот какая как здесь не знаю как онтарио термичит как они это делают но крысе стали отличного качества для ее цены это как бы просто супер но рекон ван нож который стоит практически как вот это эндуро а там та же самая сталь и я точил наверно уже четыре колстила то есть один вот мой и несколько не моих то есть это были вояджеры и рекон рекон ван и лоуман один во первых что на реконе что на лоумане покрытие но опять настолько сильно не уважать своих клиентов это то есть это кому для это школьникам продается вот эта тактичность да когда она там обключил обдирается как черта чё в кармане то есть это это что 70 долларов если я не ошибаюсь рекон ван стоит и иметь вот такую сталь на базе я точил его на самом деле не будет разницы я почти в этом уверен и то есть а там ведь ножи и дороже есть да то есть как бы и та же самая ус 8 причем что интересно раньше вояджер был из vg1 vg1 это не ос 8 совсем кардинально другая сталь как бы эту сталь практически сейчас не применяют потому что есть стали попроще и подешевле а самое то есть то что поставил финиш на моем отношении компании я посмотрел один из роликов уважаемого лина томпсона где он ножом рекон ван серий там 915 раз якобы перерывал канатом там еще кучу людей я не знаю конечно ни хера не понимаю вреде каната и ножей ни хера не видел на 915 раз вот этой вот говносталью серьезно из-за кого меня держит я не могу хотя я не против этих ножей я не как бы но но зачем вот так вот по ушам то активно кататься вот я вот это честно говоря меня достаточно сильно разочаровала то есть ладно когда ты выпускаешь нож и гриш е да мой нож может быть не самый везучий но зато дешевый надежный удобный бла-бла-бла и главным образом все это прокол все можно сказать он действительно удобный то есть он весит порядка 130 грамм имеет десяти сантиметровая довольно широкое лезвие с высокими спусками три с половиной миллиметра в обухе сведем довольно тонко но в ранее может 0 605 точно не замерял довольно удобная рукоять до надежный замок триадлок то есть как бы за 1 замок у меня вообще никаких нареканий нет этот замок реально как бы на мой взгляд практически полностью застрахован от случайного открывания очень удобная рукоять никаких вопросов ненаменаний при работе по дереву у меня не было плюс есть моя любимая вот этот скажем так дулька да то есть при заточке это очень люблю когда это есть шпень спокойно выкручивается нож спокойно разбирается без проблем точно так же как на крысе бронзовые фторопластовые шайбы все супер в принципе но за его деньги то есть как бы вот до парамиле или до эндуро zdp ему очень далеко по стойкости реза по всему и вот когда мне говорят что это 915 раз на канате я не становится все так чисто неприятно но в остальном вот поэтому нож соскочил с кармана и вряд ли какой-либо консул когда-нибудь еще появится у меня ну пока по крайней мере такая точка зрения вполне вероятно все-таки в компании вот их так скажем мне же есть ламинированная трехслойка как бы очень интересная сам май по-моему джей один она сейчас стоит на довольно дорогих полстил как бы вполне вероятно и спустят на какие-то божеские модели освоить серокот покрытили dlc хотя бы до даймонд лайкотинг вместо вот этой краски которой на них я по-другому это назвать не могу обычная масляная краска и тогда возможно все изменится но пока колстил к сожалению не может рядом даже находиться не со спайдерка не сбить ни пока что изготовление не по вариативности стали и прочее 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 хотя еще раз повторяю на этот нож на этот нож у меня никаких нареканий нет и если бы не было вот этого теста рк и теста по дереву я бы спокойно записал его в конкуренты крысе и радовался бы жизнь но факты таковы что до крыс ему очень далеко хотя конструктивно намного интереснее крысы под конструктивно это факт потому что лайнер на крысе это абсолютно детский лайнер как бы не вообще не приспособлен для какого-либо хард-юза а с этим замком я почти уверен что можно будет батонить потому что допустим на эндуре после каната каната не дерево появился люфт если болтик раскрутился чуть-чуть самый мал с люфт появился здесь не на мелко я очень сильно это порадовал вообще не на мелко то есть после агрессивной работы по дереву никакого никаких проблем если от контега я этого ждал как бы да то есть это ну я как попробую показать какого размера шайбы на контега там шайба ну колесо натуральное то есть очень большие здесь как бы все довольно аккуратно нож спокойно разбирается еще раз гриньки проблем нет за это рукоять да то есть дешевый пластик но мне кажется вот абразивность этих насечек она оптимальна в плане карман не сильно рвется но при этом рука удерживается достаточно жестко вот но тем не менее вот вот же могу ли я советовать покупки с очень большими оговорками с очень большими то есть есть крыса есть тенейшес и то и другое в тенейшес не знаю как бы и крыс а это и другое очень неплохие ножи да они компактнее колстила вот этот тот же момент надо понимать потому что вот смотрите грубо говоря эндуро режущая кромка я неспроста и сюда поставил и колстил режущая кромка они практически идентичны практически но чуть-чуть побольше у колстона у него четырехдюймовый клин в очень большом количестве стран просто не будет как бы может быть расстоянин как холодный хотя на него есть сертификаты то есть в россии с этим проблем никаких не будет вот но эндуро гораздо компактнее вот это в плане использования допустим как бы в плане там какую-то эдиси ножа то есть делает не только в весе да дело еще и в толщине то есть я хочу просто показать рядом да то есть видите эндуро гораздо проще лежит на кармане как бы никаких проблем нет естественно как бы скажешь что эндуро это даже с виджи диджи 10 это как бы там она дороже вот же до дороже но просто как бы понимаете есть некий предел который можно брать крысе вот эти второпластовые шайбы тупы накладки ведры скользкие это достаточно мерзкий лайнер лог довольно огромную река со непонятно зачем созданную все это можно простить спокойно за ее сталь и за ее сталь за ее деньги то есть вот это без проблем вообще а в вояджере фишкин все-таки немножко по-другому все я надеюсь я не обидел любителей колстила на самом деле марка я вот поизучал историю вояджера какие там были красивые ножи интересные я посмотрел то есть да есть очень интересные задумки есть очень интересные ножи но знаете как бы для меня компания должна иметь какую-то целостность да должна показывать что она делает как она делает но и желательно при этом да то есть вот я даже принимаю что все рекламируют свой товар да и сэл гласер он говорит что ультра шарп то есть супер вот когда он рекламирует триангл горишь это как бы изумительное качество супер качество хотя как все понимаешь триангл не даст никогда в жизни не даст такого супер качества который может убить сам руками или с помощью апекса но все рекламе но вот настолько как бы беспардонно ездить по ушам людей вот этот не совсем красиво на самом деле но как бы такой довольно грустный обзор из кого обидел простите пожалуйста но не высказаться я не мог спасибо за просмотр бай-бай пока